Добрый день! Вы знаете, особую симпатию у нас, как и у многих, вызывают группы, не похожие ни на кого. В данном случае, если брать этот критерий, это фактические попадания в десятку. Речь у нас идет сегодня о фэмили. Фэмили. Выдающаяся английская группа. К сожалению, не так много сделавшая, как могла бы в период 1966 по 1973 годы. Редкое сочетание рока в классическом понимании. Джаза, блюза, психоделии. Даже каких-то моментов рок-кабарет чуть ли не до Кабацкого опускались. Интереснейшее звучание с использованием различных, разнообразнейших инструментов. И саксофон, и мелатрон, и флит, и перкуссия различные. В общем, звук интереснейший. Ну и, конечно, изюминкой этого коллектива была вокалист Роджер Чепмен. Пение, которого один из критиков назвал электрическим блеянием. Что-то в этом есть. Но ведь берет же за душу собака. Вы знаете, настолько... Вот сейчас ему, уважаемому человеку, уже стукнуло недавно. 8 апреля у него был день рождения. 81 год. Он еще в форме. Скажу вам сразу наперед, что послушайте, пожалуйста, великолепный его сольный альбом. Life in the Pond 2021 года. У него сольников тьма, тьмущая под тридцатку, но об этом чуть позже. В форме. Действительно. Один, гавриолитрическое блеяние. Второй, что вспомнить некое симбиоз Марка Болана и Боба Дилана, еще там чего-то. Не, на самом деле, харизма у него так и прет. Несмотря на даже на сегодняшний возраст. А по молодости, так как посмотрите, в Family есть в Ютюбе выборочно ихни выступления. 69-го года, 70-го. Ну, парень просто золото. Так вот, группа эта из Лестера. Образовалась она официально в 67-м году неким Джоном Чарли Уитни, который был и гитарист. И в то же время и студент на тот момент арт-колледжа Лестерского. Получилось так, что тасовался-тасовался состав, но буквально, наверное, где-то через год, как вспоминает Роджер Чепман, его фактически сняли со стройплощадки. Да, он пел, он очень гармонично смотрелся с мастерском такой. Вы знаете, он никогда не скрывал. Я представитель рабочего класса. Рыбаха-парень. Будет здорово выпить. Прозрачный, как стеклышко, но в другом понимании. В общем, все, что угодно. Но вы знаете, у него уже удивительное пение. Пусть это будет электрическое обление, но это супер вообще. Группа чем еще славилась? Чепман-то неизменный. Но там постоянно были сильнейшие мультиинструменталисты. Фактически в первом составе был бас-гитарист Рик Грэч, который, в общем-то, к сожалению, рано ушел из жизни, благодаря своим наркотическим увлечениям. Но, тем не менее, музыкант был феноменальный. И когда Фэмили поехали на гастроли в Соединенные Штаты, первые гастроли, к сожалению, у них были провальные, он из группы заявил, что уходит. Его переманил Эри Клэптон со товарища Blind Face. Это известная история. Там они выпустили один альбом очень неплохой, но группа развалилась, потому что такое количество звезд в одном составе не могло выдержать никакого напора. Ну, плюс были существенные ошибки менеджмента. Но до этого группа играла, подписали они контракт, и вышел у них первый альбом, Music in a Doll's House, который многие признают лучшим, в 1968 году. Мы так не считаем. Это не лучший альбом, потому что это не то еще Фэмили, в той красе. Наверное, мало сыровато будет, но, конечно, жемчужина. На фоне этого, недаром Джон Леном в 1969 году, великий Битл, в интервью сказал, что из всех групп современных на сцене ему наиболее симпатичны именно Фэмили. За сплав понятного и непонятного, и, конечно, за счет вокала. Долго группа на месте не топталась, вы знаете, это было веяние времени, выкуп железо пока горячего, альбомы пеклись, как пирожки, и альбом Фэмили Энтертеймент вышел следом в 1969 году. Надо сказать, что дебютник занял 31 место в британском хит-параде, а у второй альбом уже было на шестом месте. В группе начался разброд и шатание, в общем-то. Греч ушел. Пришел Джон Полли Палмер. Почему Полли? Потому что всем давали там у них прозвище. В общем-то, на ходу. Полли и Полли. Он из-за этого очень сильно обижался. Очень сильно. Саксофонист Джон Кинг ушел, а саксофон был очень... понимаете, лицом Фэмили в некоторых моментах. Ну, а Палмер был он мультиинструменталист, флейтист, выдающийся музыкант тоже, в общем-то, недооцененный. Он... Партии саксофона быстро переписали под флейту, и это было очень актуально и хорошо. Альбом Санфо Миш 70-го года уже был более даже жестким, ужесточение, а не звучание. И, в общем-то, к сожалению, чехарда с составом продолжалась. Вот, кстати, вот эта чехарда с составом и способствовала тому, что первый тур-то, в общем-то, Фэмили в Соединенных Штатах провалился. А надо сказать, что все группы из обоимы прогрессива, а их сразу начали относятся к прогрессиву, дядюшка Джон Пилл, мы о нем рассказывали, ведущий радио, диджеев, BBC, в общем-то, группу сразу очень и очень вознес. И, да, действительно, давайте скажем, это, по сути, прогрессивный рок с большой интеллектуальной нагрузкой музыкальной, но тексты были простоватые. Сами, например, тот же Роджер Чайпан всегда говорил, что мы не считали себя прогрессивным. Прежде всего, мы хорошая рок-н-рольная музыка, но, наверное, со своими определенными нюансами. Он всегда говорил, мы писали музыку по-своему, и действительно, это по-своему сказывается. Альбом Анивей 70-го года вышел тоже очень хороший, ну и тут пришел в состав Джон Уэтфен. Об Уэтфене много рассказывали, это знаковая фигура, King Rims, Emesha, сольные проекты, выдающийся музыкант. С ним они записали альбом Fales. Очень сильная пластинка, она заняла четвертое место. Наверное, у нас это одна из любимейших пластинок Family. Очень все сделано вкусно, ну и, конечно, прекрасный Чепман. Его вокал, альбом Band Stand вышел не таким удачным, последовали гастроли, которые тоже, к сожалению, не были удачные, хотя в Family тот же Чепман всегда в интервью признает, что, да, в студии работали на износ, но именно славились они своими концертными выступлениями. У группы было много скандалов, даже одно время был книжный бестселлер, книга называется, группе одна из девушек написала о своих похождениях и вывела там, в общем-то, музыкантов группы Family, как и Джимми Хендрикса, еще ряд выдающихся деятелей английского шоу-бизнеса. Ну и очень подробно на уровне того времени описала всевозможные утехи, которым опредавались. Нет, Чепман не отнятился, спросили, да, это же очевидно, это Family, ну и что он говорит, было много всего, было много выпивки, еще было много всего, вы знаете почему, ну и, конечно, было много девчонок, и он радостно хихикает, да, простоватый парень, конечно. Группа, к сожалению, не выдержала давления со стороны критики, и вот разброты шатания поспособствовали тому, что она быстренько, быстренько развалилась. Уитни, кстати, очень классный гитарист, долго не переживала, они с Чепманом сколотили состав Strip Walkers, начали играть более ярко выраженный блюз-рок, кстати, отменного качества, это где-то у них продолжалось, с 74-й по 79-й, по 77-й году, простите. Ну, а после этого Роджер Чепман сколотил команду, которая периодически менялась для сольных выступлений альбомов, мы говорили уже, он выпускался очень много, наверное, под тридцатку сольников, очень плодовитый, были у него и хиты сумасшедшие, например, с Майк Олфилдом, Shadow on the Wall, это везде крутили эту песню, наверное, везде. Ну, а мы вам рекомендуем очень, состав у него назывался почти всегда Роджер Чепман на шорт-лист, великолепное выступление в Гангбурге 79-го года, в Ютубе это все есть, то, что есть в Ютубе, потом выступление в Рок-Паласе, это все Германия 81-й, Рок-Палас 91-й, посмотрите, Роджер Чепман, в отличие от Фэмили, представлен очень широко, но это вам даст сразу картину и понимание того, что это великий вокалист, вы знаете, с большим чувством юмора, например, на сегодняшний день он сетует на то, что собрать группу не проблема, проблема в том, что музыканты, которые собираются, его возраст или около возраста, не хотят играть, а выйдут сразу выпивать, и он говорит, вот эти вот посторонние моменты, конечно, мешают очень творчеству, группа еще, когда была Фэмили, период по 73-й год, конечно, закатывала сумасшедшие вечеринки с лимузинами, отели до сих пор с содрогания вспоминают их, гуляния до 6-ти часов утра, ну а Чепман говорит о том, что, конечно, заработали они миллионы, но эти миллионы ушли, плюс менеджмент, конечно, грамотный в свою пользу, фактически обувал рок-музыкантов того периода, мы об этом неоднократно подчеркивали, будучи юридически совершенно безграмотными, а давайте, говорить откровенно, многим было в тот период безудержного веселья, угара, трэша абсолютно до лампочки, юридические тонкости, юридические колкости того или иного процесса. И, конечно, когда слушаешь Family, вот вчера переслушивал эту группу, почему-то накатывает такая волна вселенской радости и ностальгии, ведь были же люди, и все-таки не будем мы, наверное, отрекаться от своего основного тезиса по поводу алдырской музыки стали, что, наверное, все-таки лучший рок был, это конец 60-х, начало 70-х годов. Не, это, в общем-то, не там многие молодые скажут, да, это там старперский какой-то скулеж, не, ребята, все-таки там было то, что потом куда-то испарилось. Ну, гадаем, слушаем. Все, вот сейчас многие новые команды им всегда говорят, винтажный звук, винтажный звук, да, винтажный звук. Ну, вот, чтобы понять, что это такое винтажный звук, поставьте family, ну, скажем, наверное, все-таки Music in the Dolls House первую пластинку и наслаждайтесь, наслаждайтесь класснейшей музыкой. Спасибо за просмотр, всего хорошего.